В концертном зале многолюдно. Здесь сегодня собрались все те, кто без труда расшифрует аббревиатуру ООСО. Омский областной студенческий отряд. Вот то, что объединяет всех этих людей разных возрастов и профессий уже на протяжении 50 лет. В филармонии праздничный слет, посвященный полувековому юбилею омских студенческих отрядов. Я думаю, что это тот жизненный пласт студентов, учащихся, который очень нужен. Это как раз сплачивает их, как раз показывает первую трудовую деятельность, когда начинаешь в труда отряде. Тогда понимаешь, что такое действительно работа и дальше уже учишься по профессии той, которая ты есть. Особо выделяются люди в бойцовках. В синих молодежь, которую сегодня считают цветом студенческого движения, в зеленых ветераны. Все пришедшие толпятся у стендов с экспонатами выставки. Омский музей просвещения и Омский областной студенческий отряд организовали экспозицию. Здесь и именные вещи, и настоящие символы отрядов, нашивки, нарукавные эмблемы, значки и медали разных лет. Особое место на стендах занимала карта, на которой обозначены самые крупные объекты, где когда-либо трудились амичи. Привлекают внимание и бойцовки с подписями президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. По прошествии многих лет, как сегодня наши замечательные именитые бойцы, гордятся теми объектами и тем вкладом личным, который они сделали в строительство таких замечательных сооружений, в том числе на территории города Омска, как музыкальный театр. Бойцы участвовали в строительстве ПЭЦ-5 и других замечательных объектов. И еще хочу пожелать новых ярких, интересных строек, новых ярких, интересных проектов, где себя можно проявить. Молодежь не упускает возможности проявить себя и прославить на всю страну наш регион. А за серьезным делом успевают и отдохнуть. Тем, кто хотя бы один сезон провел в отряде, есть что вспомнить. Я, допустим, ездил летом в Екатеринбург на стройку. И это грандиозный жизненный опыт. То есть, во-первых, это два месяца без родителей, без друзей, без денег. Ну, то есть, это огромный опыт именно для себя во всех планах. Путинные отряды вожатых и проводников, а все вместе Омский областной студенческий отряд. Уже на сцене песни под гитару, костер. На нескольких метрах актеры попытались воссоздать картину реальной жизни студотрядовцев. Декорации меняются и на сцене уже появляются знамена, которые заслужил Омский областной студенческий отряд за 50 лет. Среди них красное знамя обкома Омской области, отданное студотряду медицинского института, красное знамя ЦК ВЛКСМ и другие. Всего 15. Несут полотна наиболее яркие представители движения за все его годы. Сегодня студенческих отрядов по всей стране 236 тысяч студентов. 4 тысячи из них амичи. Амичи сегодня задают тренды по многим направлениям. Мы реально являемся мекой студенческих отрядов проводников. К нам приезжают учиться. И сегодня все, кто приехал, это наши партнеры в основном с этого направления. Амичи являются руководителями практически всех всероссийских проектов студенческих отрядов. Архивные кадры, что транслируются на экран, возвращают в незабываемое прошлое многих присутствующих в зале. История Омского студотряда началась в 1964-м. 9 540 студентов из пяти вузов региона отправились покорять селину в Северный Казахстан. И четверо первопроходцев поднимаются на сцену. Аплодисменты не смолкают. Ветеранов горячо приветствует молодежь. Уже на торжественной части слета награждали действующих бойцов. Ребят, показавших себя в этом году на всероссийских объектах, хорошо работавших в других регионах и в Омске. Памятными призами отметили и ветеранов студотряда. Ну а завершил юбилейный слет гимн движения «Яростный стройотряд». Песня, которую в зале исполняли стоя.